Привет, друзья, с вами Маркович, продолжаем играть в Planet Zoom. Посмотрите, кто у нас здесь появился. Прелестный маленький кисик. Там, собственно, потомство у наших котят, которые здесь живут, в нашем вольере, появилось наконец-таки. Они здесь вместе с родителями чилируют, отдыхают и, в общем-то, занимаются всеми этими своими кошачьими делами. Бентуронги, там тоже, собственно, наши плодиасы уже не первый потомство, он там мало бегает. Собственно, где-то я там еще вроде видел малыша одного. Ну, короче, их тут тоже становится все больше и больше и больше. Ну, что, друзья, вот такой вот у нас с вами сейчас зоопарк получается. Давайте мы на него немножко сверху посмотрим. По-моему, очень даже интересненько. Вот эти, знаете, все речушки и прочее-прочее. Куча народа у нас с вами. Там уже больше тысячи человек у нас сейчас бродят, ходят единовременно. Ну, и мы с вами, конечно же, сегодня добавим еще один вид животных. И сегодня это будут красные волки. Вот такие вот ребята. Значит, где они у нас с вами обитают? Давайте посмотрим, что если биомы тут у нас и тропики, и луга, и тайга, и лиственный лес. Вау! Довольно большой вольер. Им нужен тысяча с лишним метров квадратных. Ползать, бегать, лазить им нигде не нужно. Температура, как везде, 3,42. Класс защиты 2, метр 25. Ну, не такой уж и высокий, на самом деле, за бортом нужен. Хорошо. Ну, что ж, это мы с вами все посмотрим замечательно. Давайте дальше глянем. 2-25. Ну, у нас парочка закуплена, поэтому будут они вдвоем пока что жить. Там дальше посмотрим. Значит так, ну, людей к ним запускать, естественно, нельзя. 13 лет продолжительной жизни примерно у них, да. И, короче говоря, много еще разной информации и много чего мы с вами еще не знаем. Но вот кое-какие игрушечки у нас уже с вами имеются. Это, в принципе, хорошо. Ну, что ж, понятно, ясненько. Давайте тогда будем потихонечку приступать к постройке вольера. Как видите, немножко тоже мостики сделать через нашу речушку. Здесь у нас люди могут прийти сюда, посидеть немножко на лавочках, полюбоваться пейзажами. Вот. Ну, а вольер у нас, я думаю, будем строить вот тут, в этой вот области как раз таки. Раз побольше, тогда, значит, побольше мы с вами будем устроить. Тоже, естественно, из кирпича он будет у нас с вами сделан. Но сам забор-то ладно, мы с вами уж как-нибудь сделаем. Я думаю, давайте для начала придумаем здесь, что у нас по ландшафту будет. Раз у них там и листы, и леса, и вообще луга, и все, что на свете, все, что угодно. Поэтому, я думаю, что им можно сделать тоже, в принципе, все, что угодно. Непонятно только, в какой пропорции им там нужно будет земля, песок, вода и вот это все. Поэтому, это, конечно, мы с вами оставим уже потом, когда у нас будет заборчик готов. А сейчас мы примерно с вами давайте что-нибудь придумаем. Хочется мне такую, знаете, небольшую низину, что ли, сделать, чтобы люди спокойно могли прийти посмотреть на них. Так сказать, сверху вниз, как бы это ни звучало странно, да, но так или иначе. Поэтому, скорее всего, они у нас будут жить чуть пониже основного уровня. Давайте мы с вами вот так сделаем сейчас здесь. И я думаю, что внизу, внутри у нас там будет, может быть, что-то типа каньона какого-нибудь такого. Может быть, что-нибудь такое сделаем. Ну, посмотрим. Вода им не особо нужна, поэтому, наверное, даже никакого озера им там делать не будем. Ничего такого, просто миску с водой поставим, и нормально будет, в принципе. Но, даже делая какую-то низину, надо не забывать, что нам с вами нужно сделать нормальный вход для нашего персонала, который будет спокойно собираться там, ходить, бродить. Поэтому, я думаю, что мы, наверное, где-то сейчас здесь какие-то поменьше возьмем. Сейчас такой спуском сделаем. Здесь у нас как раз дверь поставим. Нормально, в принципе, будет, я думаю. И чтобы они спокойно могли здесь везде бродить, ходить. Но, я думаю, что вот так, в принципе, они здесь смогут попасть, куда им нужно будет. И уже там прибраться, еды принести, что-нибудь еще сделать. Так что, в принципе, я думаю, оставим, наверное, вот это. Здесь, правда, беда в том, что нам, когда дверь поставится, здесь, конечно, все еще раскорежит нам, как всегда. Но там уже, я думаю, будем ровнять как надо будет. Так, ладно, здесь мы с вами тогда чуть пониже сделали, в принципе, вот так. Так вот, даже какой-то более-менее каньончик вырисовывается. Хотя, просто сейчас рандомно, на самом деле, какие-то неровности нажал. Вот так вот получилось. Ну, прикольно получилось, на самом деле. Примерно так и хотелось сделать. Так, здесь мы с вами только давайте, знаете, как сейчас чуть-чуть побольше, пониже сделаем. Вот так вот, в сторону давайте еще. Сейчас там будем уже ровнять вручную все. Нам с вами нужно, здесь надо будет повыше забираться. Здесь оно вниз уйдет. Вот здесь какой-нибудь пошире, наверное, местечко им сделаем. Так вот, здесь, может быть, какой-то у них домик тоже будет. Ну, посмотрим, здесь можно немножко вверх нарастить. Еще, я думаю, чуть-чуть тоже там подразгладим, чтобы так немножко как бы нависало, да? Не совсем закрытость сделаем, но побольше тоже хотелось бы. Вот, возможно, такое, знаете, каменистое что-то у нас с вами здесь будет. Ну, опять же, когда уже дойдем до этого, посмотрим. Так, здесь, ну, чуть-чуть тоже в эту сторону. Не слишком много. Ну, так, чтобы было маленечко прикрыто, скажем так. Окей. Так, ну, в принципе, я думаю, наверное, как-то так оставим. Им, по идее, здесь можно будет легко забраться, пробежаться, в случае чего. Здесь у них такая тоже ровненькая площадочка будет. Ну, в принципе, да, я думаю, сделаем так. Ну, тут посмотрим, может быть, тоже что-нибудь типа с крышей сделаем такое, чтобы их местечко здесь было свое. Только я думаю, тогда надо все-таки, наверное, еще побольше им сделать пространство здесь. Чтобы там они точно все поместились. Немножечко мы с вами это подковыряем. Ставим туда вот подземельечку, да, так зайдем. Так, может быть, даже здесь стоит немножко вот туда в сторону сделать вот так. Так, пошире само пространство. Так, ну, и чтобы вот этих прям совсем супер неровностей здесь, ну, точнее, здесь-то можно их оставить. Наверное, что-нибудь такое поплотнее у нас с вами будет, типа камни. Здесь, в принципе, тоже, но кое-где сейчас мы немножко с вами подровняемся на это дело. Подчерехуем, так сказать. Чтобы было хорошо. Ну, такая полупещера получается. Здесь у них вход, получается. Вход будет не один. Надеюсь, здесь люди тоже смогут пройти. Но, по идее, вроде ровненько. Более-менее так сделали. Здесь тоже они смогут выбраться, если что. Но, запишись с другой стороны, как бы. Окей, хорошо, ладно. Примерно, допустим, так у нас с вами будет получаться. Теперь давайте все-таки, наверное, к варьеру вернемся. К барьеру, точнее, да? Естественно, кирпичи. Так. Ну, и нас как-то сейчас, наверное, здесь-то прямо сделаем. Вход еще нужно будет сделать, придумать. Там уже надо будет в другую сторону куда-то все это дело отвезти. Так, ладненько, давайте сейчас примерно, чтобы это криво особо не получалось. Так, ну, и сейчас все вот это дело мы с вами... Можно, конечно, и так сделать, в принципе. Почему нет? Ну, наверное, так и сделаем. Ну, вот так, слушайте, аккуратненько довольно получилось. Даже хорошо. Можно чуть-чуть, наверное, тебя левее перенести. Только давайте сейчас так и сделаем. Это мы с вами, в принципе, легко организуем сейчас. Вот чуть-чуть сюда сдвинем. В эту сторону можно немножко подальше, наверное, вот так сделать. Так, ну-ка, смотрим. Ну, вот, да. Так, я думаю, будет хорошо, в принципе. Ну, в среднем полтора метра пускай будет, потому что им там особо высокий не нужен. Сделаем стекло везде. Так, ну, теперь самое интересное. Нормально ли встанет сюда дверь для персонала? Ну, по идее, вроде нормально все. Все вроде бы хорошо. Сейчас давайте где-нибудь здесь так примерно организуем. Так, а вот только что-то не прилепилось. Я не той стороной, что ли, поставил? Да не, вроде бы той. Мм. Так, ладно, подвинем немножко подальше тогда это дело, раз она так не хочет соединяться. Но нам надо дверь обязательно поставить. Без нее как бы никак. Во, все, теперь нормально, хорошо. Ну вот, другое дело. Замечательно. Тут вроде бы все хорошо. Так, а кто немножко утонул, правда? Может быть, заменить все-таки часть. Давайте здесь, наверное, заменим, чтобы нормально смотрелось. Получается как-то странно немножко. Ну вот, другое дело. Так, сколько у нас там площадь выходит пространства? Две с половиной тысячи. Ну, балдеж, вообще как раз то, что надо. Ну что ж, тогда чтобы лепить нам с вами здесь дальше все делать, нам нужно наших ребят сюда определить. Только для начала все-таки надо будет в карантинную зону. Как же плодятся листовидки? Просто их вечно миллион там сразу заплодится, и приходится их сразу оттуда выдворять. Ну ладно, так, меня интересует. Вот, наши волчары. Это с парочкой переместить. Давайте сюда пройдут карантин. Здесь пока тоже давайте дорожку, наверное, доделаем дальше, чтобы люди могли ходить бродить, смотреть. Так, а ну-ка. Ну вот так, наверное, и сделаем. Да, слушайте, хорошо. Слишком впритык, наверное. И подальше лучше отведу. Так, ну и нам надо здесь вокруг провести. Вот здесь хотелось еще тоже мост сделать, как раз таки, кстати говоря. Так, ну давай сейчас тогда заодно здесь воспользуемся моментом. И сделаем мост. Не слишком ли он большой? Да я думаю, что нет, нормально должно быть. Так, соединилось все хорошо. И сейчас как раз вот туда в стороночку мы все это дело с вами поведем. Довольно близко к воде получается, но ничего страшного. В принципе, я не против, чтобы оно так было. Давайте здесь и здесь уже как раз сюда. Вот, слушайте, хорошо. Раз, повернем. Так, ну а здесь мы с вами сейчас туда и соединим. Не-не-не, кривенько так делать не будем. Мы сейчас просто здесь сделаем вот так. Здесь, чтобы ровненько соедини... Да, е-просто-то. Здесь, чтобы ровненько соединилось, мы отключим вот это вот, во-первых. Ну, вот как-то вот так вот здесь все получается. Хорошо. Так, ну, вроде как животинки прошли карантин. Давайте их сейчас будем выписывать оттуда. Прошли карантин? Да, прошли, замечательно. Травм ничего нет? Все хорошо? Не болеют? Вроде нет. Все, давайте ваш новый домик тогда. И мы сейчас будем смотреть, что там вам нужно будет. Как вам делать? Что там? Сколько вам нужны камня? Сколько земли? Сколько чего? Сколько травы какой? Нужны ли вам вообще какие-то там растения? И так далее. Ну и будем, собственно, продолжать здесь делать. Крышу... Ну, в принципе, даже можно крышу не делать. У них как бы здесь места, в принципе, я думаю, достаточно будет для укрытия. Ну, посмотрим, сейчас разберемся, короче говоря, когда-нибудь приедут сюда. Может быть, все-таки что-нибудь сделаем. Ну что ж, нашего товарища привезли сюда. Так, давайте посмотрим на него. Ну да, опять же, такой маленький, такой здоровенный вольер. Ну, хорошо, хорошо. Больше места, оно лучше. И так, ничего себе, эти звездочные еще у нас, красотка Танви. Давай смотреть, что тебе здесь, как тебе здесь, что тебе не хватает, что тебе нужно добавить. Так, люди здесь точно смогут ходить? Я думаю, что смогут. Нормально. Поехали, ландшафт. О, тут сейчас надо будет поработать. Низкой травы нужно немножко, высокой травы нужно побольше, земли поменьше. Казалось бы, ну, сплошная земля. Да и все, ну, можно немножко камня. Так, ну, камень, я говорю, я вот здесь хочу немножко камня сделать. Все-таки это было бы логично, что тут такая потверже порода будет, да, у нас? Как бы пещера небольшая. Как бы здесь у нас сами камушек будет. Ну, так, знаете, не шибко тоже много. Сейчас я его немножко разрежу, конечно же, не будет так сплошной грубый камень. Но кое-где, я думаю, мы можем себе позволить так сделать. Так, чуть-чуть гладкого. Некоторые места сглазить, сглазить. И все. Будет прям шикарно. Так, смотрится, потолочки здесь тоже немножко каменистые сделаем. Ну, все, здесь оставим так. Тут немножко тоже побольше камня. Так, ну, камня, да, реально, можно вообще чуть-чуть больше сделать. Они, в принципе, не против этого. Так что, я думаю, вот здесь мы с вами такой, типа, каменистый земляной у нас с вами будет каньюнчик. Больше камня немножко еще добавим. Здесь. Вот так вот. Ну, я думаю, в принципе, оставим. Уже неплохо смотрится, хорошо. Так, ладненько, тогда мы с вами здесь завершили. Здесь, ну, тут тоже как-то камня можно побольше. Здесь можно чуть-чуть камень, да, как бы он будет немножко проглядывать, как бы здесь. Чуть-чуть здесь везде тоже давайте камни сделаем поболее. Даже немножко грубого такого. Здесь у нас вершина будет. Я думаю, каменистая тоже довольно-таки, да. Вот, а здесь уже земелька и все остальное. Так, немножко здесь. Чуть-чуть сюда. Немножко здесь, немножко там. И вот, собственно, что-то и получается. Ну, допустим, хорошо. Допустим, здесь нормально. Значит, земельки сейчас поменьше сделаем. Низкая трава им нужна, да? Тогда хорошо. Сейчас мы с вами будем здесь низкой травой все закрашивать. Ну, опять же, я бы, наверное, такое, знаете, перемешку сделал с землей. То есть, не прям, чтобы все было трава-трава. Кое-где у них там местечки будут, где они будут, естественно, чаще бегать. Там они будут протоптаны. Мы, на самом деле, уже дорисуем, я думаю. Кое-где будет побольше, наоборот, травы. Полянки такие сделаем тоже. В принципе, я думаю. Ну, проще сначала закрасить травой, на самом деле. Там уже потом выдумывать, где больше земли нужно будет добавить. Так, ну, здесь у нас точно будет земля, потому что тут они будут чаще ходить, и люди там тоже ходят, бродят. Поэтому нормально. Ну, в принципе, хуже устраивают. Количество низкой травы здесь. В их... В этом вот... В вольерчике, да? Так. Значит, рыхлая земля. Чуть поменьше только кисточку сделаю сейчас. Здесь точно у нас травы не должно быть. У нас прямо здесь будет вот так протоптано хорошенечко. Где-нибудь сюда выходить это все будет. Сюда коем-нибудь тоже сюда выходить будет. Даже высокой травы им нужно, слушайте. Ну, высокой травы сейчас хорошо. Мы с вами организуем где-нибудь в каких-нибудь таких местах. Опять же, не везде, но кое-где она будет. Ведь, в принципе, их там много нужно. Да, не особо много, но... Сколько-то надо все равно так или иначе добавить. Поэтому сейчас будем это... Дело добавлять. Вот здесь такими обрывками, возможно, чуть-чуть. Так, ну, догнать надо по полной программе, чтобы их прям вообще все устраивало. Чтобы им было максимально здесь комфортно, естественно. Поэтому мы с вами сейчас этим всем и занимаемся. Так, здесь давайте тоже чуть-чуть побольше. Высокой травы. Ну, в принципе, их сейчас уже устраивает. Теперь можно, так сказать... Ну, я думаю, так и оставим примерно как-то так. Как сейчас есть. Так вот здесь еще немножечко надо земли другой рыхлой добавить. То, что у нас опять такая однородная почва получается. Но такого не надо, конечно, счастья. Нам надо, чтобы... Какая-то такая... И такая, и сякая, знаете, была. Поэтому... Мы с вами кое-где добавим. Чуть-чуть так. Совсем, знаете, налет такой сделаем, так сказать. Вот, будет хорошо. Вот здесь-то что-то у нас нафига нам земля не нужна. Здесь точно можно траву заменить. Здесь, где у нас, так сказать, не попало в вольер. Ну, конечно, голая земля ни к чему. Так, ну, в принципе, как раз видны, да, такие тропиночки более-менее. Или поменьше, наверное, щеки сейчас возьмем. Вот так здесь побольше подрисуем. Чтобы сразу ясно было, где они бегают, где они прыгают. Что они вообще делают, да? Так, ну, вот как-то так сделаем. Здесь, допустим, они где-то здесь забегают. Что им сюда означает? Для чего-нибудь. Какие-нибудь свои там песенные дела сделать. Здесь тоже чем-то такое. Пятачок какой-нибудь рисуем. Ну, все, я думаю, так доставим. Их устраивает? Их устраивает. Замечательно. Трава разная у них здесь есть. Высокая, низкая. Всякая, всякая. Абсолютно разная. Так что, хорошо. Так, ну, здесь давайте, наверное, все-таки тоже немножко больше земельки сейчас. Здесь сделаю вот так. Меньше камня. Плотного такого. Ну, вот так вот хорошо, я думаю, будет. Что ж, ладно. Здесь их все устраивает. Места у них в два раза больше, чем нужно. Это прекрасно. Значит, давайте дальше теперь по растению пойдем. Да, по окружению. Что здесь нужно? Довольно много всего. Азия. Ну, и все биомы выбираем. В принципе. Которая здесь есть. Даже бук захватывается. Он как бы считается, как будто бы здесь. Но он подходит. Поэтому пускай будет. Давайте, наверное, сразу тогда им сейчас здесь местечко организуем. Да, посмотрим. Значит, по фильтрам, по виду. Это у нас красный волк. Так, красный волк. Что у них тут есть? Ну, то же самое. Место большое. Место большое мне нужно. Малое, наверное, да? Ну-ка. Я думаю, что малое пойдет. Давайте тоже накидаем как раз здесь. Ой, тут дофига места получается. Слушайте, вообще хорошо. Просто замечательно. Я думаю, что укрытие здесь у нас удалось на славу. Так, там особо далеко лучше не складывать, чтобы, так сказать... Ну, тогда даже, наверное, крышнику делать не буду. Здесь оставлю как есть. Может, там камни по бокам еще разложим, чтобы красиво смотрелось. И быть хорошо. Ладненько. Так, тогда что у нас здесь? Нужно водопойку. Так, а вот водопойка. Нам нужна тогда водокачка рядом, да? Водокачки у нас рядом здесь с вами нету. Сколько я помню. Ну, да. Но это ладно. Это мы с вами сделаем. Поставим где-нибудь. Где-нибудь они довольно... У них довольно неплохие такие радиусы. Здесь вряд ли дотянется, конечно. Надо где-то здесь будет ставить. Ладно, с этим разберемся тогда сейчас с водой. Я, наверное, поставлю здесь... Где-то мы тогда колонку поставим. Ну, и раз здесь колонка, тогда нужно, наверное, здесь все-таки и земельки накидать. Больше все-таки, да? Они здесь будут часто тусоваться. Так, нормально у нас все. Пока еще нормально сейчас. Будем смотреть внимательно за всем этим. Здесь они будут спускаться, допустим. Здесь они, допустим, будут ходить, бродить. Ну, и здесь такая у них тоже полу-тропиночка есть небольшая. И здесь тоже могут пройти еще в случае чего. Да, окей, отлично. Хорошо, тогда с этим разобрались. Давайте еще, наверное, посмотрим, что у нас здесь. Поднос для еды большой, да? Поднос для еды. Когда бы вам еду поставить, чтобы вы еще так и около людей-то ели бы. Ну, хотя здесь такая площадка прям хорошая получается, чтобы как раз поесть. Да, давайте здесь и поставим, окей. Здесь с вами все это дело и поставим. Поесть, попить. В одном месте пускай у вас будет. Так, ну и всякие игрушки еще вам-то надо будет добавить. Игрушечки, игрушечки. Поплескаться все-таки тоже любите, да, немножко? Блин, я сейчас... Уберите, пожалуйста. Чтобы, блин, ты мне тут не равняла. Хотя она стопудово сейчас выровняет. Плеск поставлю. Ну да, точно выровняла. Ну, не критично получилось, да, хорошо. Все, там поплескаться у вас есть теперь. Значит, что там еще нужно? Вам, наверное, обогревалки поставить везде, да? Потому что у вас здесь... Обогревалки, насколько я помню, они особо-то... Ландшафт не меняют, поэтому... На этом можно не переживать. Просто понатыкать здесь, что где-то везде, где нужно. Ну, пару мячиков, естественно. Можно даже один здесь где-то в логове у них бросить. Пускай будет. Какой-нибудь ледяной шар куда-нибудь вам выкатить здесь. Ну, благо шарики тоже особо ничего здесь не меняют, поэтому хорошо. Так, поиграться, поиграться. Все у вас вроде бы есть. Так, теперь давайте все-таки на рекоприрование перейдем. Что мы с вами здесь можем сделать? Все у нас выделено, правильно? То, что нужно. По идее должно быть, да. Тайга, тропики, логарицный лес. Так. Вроде бы да. Вроде бы все как надо. Хорошо, тогда мы с вами отсюда можем брать все, что угодно, да? Что мы с вами вздумаемся? Казалось бы. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас мы будем смотреть тогда. Но им тоже довольно много всего нужно. Здесь можно и лиственницы, кстати, добавить всякие... Ух, какие они шикарные. Блин, как же я люблю хвойные деревья. А здесь, представляете, держался до последнего. Прям ни одного хвойного дерева нет. Но они крутые. Так, ладно. Может быть, там без них обойдемся, действительно. Блин, что бы вам поставить? Вот не знаю. Можно опять тропки сделать такие. Но как-то уже, мне кажется, сама вот эта атмосфера, вот эта вольера, не очень под тропки подходит. Поэтому, наверное, тоже без всяких пальм обойдемся. Что-нибудь такое лиственное-лиственное прямо сделаем. Плакучая ива, да? Ну вот его можно было бы где-нибудь. Бах, ну я думаю, здесь, в принципе, как раз. Плакучая ива. Это у нас большая самая. Есть маленькая, да? Так, а можно, чтобы ты как-то немножко нависала, типа, над всей этой ситуацией, скажем так? Ну, здесь поставим. Пускай еще одна будет, да. Хорошо. Что у нас там здесь такого еще есть интересненького? Так, это саженец. Саженец меня не интересует особо. Блин, сосны. Так, ладно, держись, держись, все будет хорошо. Так, тополь. Ну, тополь тоже можно. Здоровенный, чем поменьше, вот такой коем, да? Здесь пару, парочку. Поставить. Главное, процентики капали. Все нормально у них? Довольно нормально. Правда, так мало процентов сейчас накидывается. Но ничего. У нас впереди еще дофига всего хлопковое дерево. Деревья дырить. Здоровенное какое, слушайте. Так, ну-ка, давай мы тебя немножко подутопим. Здесь поставлю. Это уже имеет место быть. О, сразу зато бахнул, как в зеленую зону. Так, раскидистый довольно дерево получилось. Эвкалипт хочу. Так, эвкалипт, эвкалипт, эвкалипт. Ну, где-то здесь ты будешь сейчас находиться и эвкалиптировать. Так, ладно. И у нас там еще ясень. Небольшой, кстати говоря, это хорошо. Я как раз искал что-то сюда такое. Ну, такой небольшой поставить бы. Дерево, сынок, пускай ясень не будет. Так, теперь у нас, смотрите, для озеленения всяких штук надо накидать. А, кстати, еще здесь камни есть такие, типа. С цветочками, смолевка, как это называется, да? Да-да-да-да-да-да. Это можно было бы тоже где-то расположить, в принципе. Это все у нас будет странно немножко упирать. Хотя, вот здесь, если мы с вами парочку так положим, и если мы с вами еще и к поверхности прикрепим, то будет, в общем-то, не так уж и странно смотреться. Да, давайте, наверное, так и сделаем. Здесь такое место красивенькое. С камушками, с этими, с всякими и прочими делами. Без чего не обходится ни один уважающий себя вольер, правильно? Без камней, конечно же. Ну, и я так, здесь суперусердствовать не буду. Чисто в некоторых местах подраскинем маленечко, чтобы было тоже для разнообразия. Мы так, в принципе, в основном, думаю, без них обойдемся. Тут что-нибудь такое сейчас состряпаем в этом местечке, наверное, и все, в общем-то. Так, давайте посмотрим, что он с вами здесь может подойти еще. Вот так вот. Так, надо, наверное, привязочку выкинуть пока что. И мы с вами здесь нагромоздим. Ну, да, в принципе, и хватит. Я думаю, я особо не хочу здесь прямо много ко мне делать. Так, чтобы чуть-чуть было. Ну, и надо что-то для озеленения всяких разных штук. И он с вами довольно много, в принципе. Ну, и опять те же самые, в общем, что мы с вами обычно используем. Так что... Вот только вот, кстати, дёрн, по-моему, у нас давненько не было. Или, может быть, был. Потому что мне внимания не обращал просто. Так, давайте к позиции тоже прикрепим его. Чтобы он нас тут прикрывал всякие штуки. Вот так. Да, в принципе, неплохо. В принципе, очень даже хорошо. Я бы даже сказал так. Здесь побольше. Немножко паракустиков таких. Тоже с цветочками здесь можно разместить. Думаю, очень даже неплохо будет. Как раз для озеленения. Для, так сказать, того, чтобы... Для наполнения, да, для объема, вот. Чтобы все было. Как-нибудь там крапивы. Еще чем-нибудь такого. Тоже паракустикам там всем налепим. И хорошо будет. Давайте посмотрим, что у нас у меня здесь еще есть. Ну, не знаю, с цветочками можно, конечно, было бы. Да, хотя давайте, да, прилепим. Еще бы нет. Раз уж такая пляска пошла. Почему бы не прилепить? Здесь сверху вообще не хочу ничего делать. Можно разве что... Вот сюда куда-нибудь тоже дерево у нас растет. Какие-нибудь там крапивы и прочие. Вот эти вот, давайте, цветочки здесь. Ставим немножечко. Так, думаю, парочку березок тоже никому не повредит. Еще, в принципе, никогда не повредило бы. Поэтому в каких-то местах вот таких можно, в принципе, что-нибудь такое разместить. Как раз некоторые, скажем так... Ну, что-то мы с вами здесь таким образом... Ой, прикольно. Как раз-таки в бок немножко растут. Очень подходит данной местности, мне кажется. Пускай немножко корешок торчит, в принципе, вот так. Ну да, 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 что-то типа того. Что-то типа того. Более, в принципе, сейчас чем устраивает. Все, что у них здесь происходит. Так, укрытие у вас есть? Укрытие у них есть. Все шикардосненько. Угу. Ну что ж, теперь нам с вами нужно сделать здесь, естественно... Естественно, то самое, о чем мы подумали. Наши любимые объекты. И надо будет сейчас с водой что-то придумать еще. Но это мы с вами доберемся еще до этого. Так, пока давайте сначала... Сказать... Урны поставим. Чтобы люди не стеснялись. Накидывали нам донатики сюда. За счет которых, оказывается, наш зоопарк и существует, в общем-то. Так. Ну, я думаю, такого количества будет достаточно. А, так все просто. Мы с вами водокачку поставим прямо здесь, за вольером. И сюда просто дорогу подведем для персонала, который будет его обслуживать. И уточнить водокачку. Ну-ка. Ну вот, класс. Все, дорожка есть. Водокачка есть. Так, так, наверное, сразу ее обслуживание. А, а электроэнергия здесь есть у нас? Для водокачки, для всего прочего. Ну-ка. Ага. А, нет, это вода. Энергия. О, как раз попадает. Слушайте, отлично, хорошо. Повезло. Ну, если что, могли бы там даже поставить генератор еще дополнительный. Все, вот так еще и дуб посадим. Ее там и не видно за ним как раз. Замечательно. Ну что, давайте, наверное, будем запускать наших ребят сюда. Что там скажете? Как вы там себя будете ощущать вообще здесь? А, наверное, надо вам настроить посещение всяких разных ребят тоже здесь. Каждые шесть месяцев, каждые три месяца, каждый месяц. Все отлично. Прекрасно. Так, второй товарищ к нам тоже сюда приезжает. Что-то стоит такой, не понимает, что происходит, наверное, да? А, обнюхивает, если он правильно делает. Давай, нужно все вынюхать как раз. Все обнюхать, все принюхать, так сказать. Понять вообще, что к чему и где вообще-то оказался, да? Ну-ка, песели. Какие у нас крутые песели, нифига себе. Тут пять звезд, тут пять звезд, там пять звезд. Класс. Ну что, все, уже веселье у вас пошло? Цены билет слишком низкие, легко вообще исправим. Сейчас. Так, где там у нас зоопарк наш? Давайте здесь 14 поставлю, здесь 12 поставлю. Вот так вот. Может, конечно, надо подороже сделать? Ну, ладно, буду жаловаться, потом подороже сделать. Это мы запросто. Ну, а все, сразу обрадовались, смотрите-ка. Носится, бегает, прыгает здесь. Класс. Счастливые песели в нашем зоопарке. В прямом эфире. Смотрите-ка на них. Блин, если бы я в таком вале лежил, я, наверное, тоже радовался. Ну, а что? Кормят, поят. Природа, красота, здорово, классно все. Место дохренища, бегай, прыгай. Что хочешь, делай. Помечай там углы, не знаю. Морда такая какая-то лисия у них, знаете. Нормально ты. Съежился. Что-то вы прям повторяете друг за другом, я смотрю, да? Что делать будете? Ничего? Тусоваться? Ну, правильно. Что вам еще делать остается? Ну, правильно, нужно везде поползать, побегать, посмотреть. Что-то как. Оцените, так сказать, обстановочку данного заведения. Место, конечно, у них здесь просто завались. Но зато хотя бы побегать могут нормально, правильно, правильно. Там поиграться, если че, тоже есть где. Вон там эта брызгалка, вон тут всякие шарики, мячики и прочее. Поспать, спрятаться есть где тоже, поесть есть где. Все, шикарно. Что им еще нужно? Я думаю, ничего. Все очень даже круто у них здесь получается. Ну что, друзья, собственно, вот еще одни ребятки появились у нас. И один еще вольер в нашем мини-зоопарке. На основном, если я не ошибаюсь, по-моему, остается последний вид. Носач, бебезьяныча. Так что в следующий раз будем, собственно, их размещать в нашем зоопарке. Ну а на сегодня мы с вами будем потихонечку заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчик. И как всегда с вами увидимся. Всем до скорого и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok